Ты никогда не вылечишь астму. Говорили врачи моему мужу астматику в течение 22 лет, пока он был астматиком. Заметьте, я говорю был. И сегодня это звучит практически нереально, потому что мы тоже были уверены в том, что бронхиальная астма – это диагноз, от которого никогда нельзя избавиться, что это пожизненное заболевание, и можно только применять какие-то препараты, которые поддерживают тебя в более-менее здоровой форме, но на самом деле ты являешься заложником этих препаратов, потому что без них ты не можешь справиться с приступами удушья. И это было ровно 22 года. И мой муж тоже был заложником препаратов, и он сидел на гормональных, от которых ему становилось только хуже. Он был вынужден применять 22 года сальбутамол. Он не представлял своей жизни без этого баллончика-ингалятора, потому что невозможно было самостоятельно справиться с приступами. А приступы возникали по несколько раз в день в течение всех этих лет. Произошло несколько событий, о некоторых из них я вам уже рассказывала. Вот тут вверху появляются ссылочки на видео, в которых я рассказывала о нашей истории с астмой. И вы, пожалуйста, посмотрите обязательно эти видео, потому что вся эта история с астмой, она закончилась тем, что я создала систему, я создала схему, инструкцию, основанную на нашем собственном практическом жизненном опыте. Инструкция о том, как вылечить астму без применения медикаментозных средств, только средствами натуропатии. И если вы досмотрите это видео до конца, вы узнаете, как получить эту инструкцию. Это совершенно бесплатно, сразу говорю. Доступ свободный. Но посмотрите обязательно это видео полностью, не переключайтесь в его конец, потому что нужно понять, из чего родилась эта инструкция. Нужно понять первопричины этого заболевания. И это совершенно другая, это новая жизнь в новом качестве, которое мы себе сами обеспечили своими собственными знаниями и усилиями и действиями. И именно это знание и действия расписаны в этой инструкции, которую вы теперь можете свободно получить и применить к своей жизни, если вы тоже являетесь носителем этого диагноза. Давайте все-таки разберемся. На самом ли деле бронхиальная астма – это приговор, с которым нужно смириться и пожизненно быть на препаратах? Когда врачи назначают нам астматикам, я не являюсь астматиком, но я настолько срослась с этим диагнозом, благодаря моему супругу, что я все время говорю нам. Ну, наверное, потому что мы вместе боролись с этим, мы вместе победили, и поэтому я говорю от третьего лица – мы. Итак, мы долгое время находились в плену тех же самых убеждений, которые нам дает официальная медицина, убеждения в том, что астма, бронхиальная астма – это неизлечимое заболевание. Все, что нам предоставляет медицина – это препараты, которые помогают снять спазм. В чем заключается приступ удушья? В том, что гладкая мускулатура бронха спазмируется, и это приводит к невозможности выдоха. Таким образом, человек начинает испытывать приступ удушья, и это сопровождается еще и страхом, страхом смерти от удушья. И когда человек принимает препарат, который снимает этот спазм, то все, чего мы добиваемся при помощи этого препарата – это просто снятие спазма. Но вот здесь нужно раскрыть полностью всю картину и понять, а почему же возникают эти спазмы, и что вообще лежит в основе. Для того, чтобы понять природу происхождения бронхиальной астмы, вам нужно, во-первых, найти и прочитать книгу Марвы Вагаршаковны Аганян «Экологическая медицина». Вот у меня эта книга, я с ней не расстаюсь, я с ней знакома с 2016 года. И с 2016 года по сегодняшний день, собственно, и велась вот эта наша семейная война, борьба с этим коварным заболеванием бронхиальная астма. Как видите, она велась довольно долго. То есть, получается, 6 лет мы шли вот к этому дню, вот к этому моменту, когда приступы астмы отступили. Итак, вернемся к причинам этого заболевания, о котором Марва Ваганян пишет в своей книге «Экологическая медицина». Современные люди питаются совершенно неестественным способом. Это большое количество, чрезмерное количество животной еды. Это очень много крахмалистой, вареной еды. Причем сочетание животной и крахмалистой еще более. Неправильное сочетание, которое утяжеляет процесс пищеварения и не дает возможности полноценно расщепляться как белкам, так и крахмалам, углеводам. Современное питание изобилует вареной пищей, но содержит очень мало сырой растительной клетчатки. Плюс в этом питании в наших дней много токсичных составляющих, таких как искусственные ароматизаторы, красители, консерванты и так далее. И вот это тяжелое современное питание, которое очень сильно отличается от природного, очень далеко ушло от природного питания, от того, которое было, собственно, уготовано человеку по его происхождению, оно привело к тому, что пищеварительная система не стала справляться на 100% с расщеплением всей еды, которая поступает каждый день с утра до вечера в человеческие тела. И вот это нерасщепленные или недорасщепленные остатки пищи, они задерживаются в кишечнике, вызывая процесс брожения и гниения. Подробно об этом я уже много раз говорила в моих более ранних видео, о том, как создаются процессы брожения и гниения в кишечнике. Но сейчас суть в одном, что процесс гниения всегда сопровождается образованием гноя. Гниение и гной – это слова однокоренные. И этот гной образуется в кишечнике. И он там задерживается на долгое время, вызывая различные воспалительные процессы. У него есть способность проникать в кровоток и быть разнесенным по всему организму. Он закупоривает капиллярные бронхи, становится твердым, его настолько твердым, густым, что вывести его очень трудно, практически невозможно. Человек часто испытывает проблемы с дыхательной системой типа бронхиты, хронические бронхиты, постоянный кашель и невозможность отисторгнуть, откашлинуть это содержимое. И вот это раздражение рецепторов, раздражение бронхов и гладкой мускулатуры, поскольку сама слизь очень токсичная, и когда она соприкасается с нашими тканями, она вызывает раздражение. Именно это раздражение заставляет спазмироваться мускулатуру бронхов, и именно это вызывает удушье. Так рождаются приступы бронхиальной астмы, и когда мы применяем лекарства, мы расслабляем мускулатуру бронхов, мы снимаем спазм, мы убираем приступ удушья, но при этом гной остается внутри, внутри бронхиальной и лёгочной системы. Он никуда не исчезает. И это всё до следующего приступа. Вот почему лекарства помогают, но ненадолго. Потому что причина остаётся внутри нас, она в глубине, она невидима глазу, но она просто не даёт нам нормально жить. Потому что это постоянный источник воспаления и раздражения, и источник удушья внутри нас. Поэтому, когда мы это всё узнали, мы начали сильно пересматривать наше питание, это первое, для того, чтобы ликвидировать процесс брожения и гниения в кишечнике. Мы начали очищать организм от уже имеющихся накоплений вот этого гноя. мы начали применять дополнительные альтернативные средства, для того, чтобы помогать разжижить и вывести эту слизь. И всё это, коррекция питания, очищение организма, дополнительные средства в виде эфирных масел, лечебных протоколов, контрастных тепловых процедур и физических упражнений, дыхательных практик и так далее, и так далее. То есть мы собрали в кучу просто комплекс всех мер, которые только можно применять при бронхиальной астме. Я имею в виду мер альтернативных. И мы победили. И мы победили астму. Мы больше не имеем приступов в душе. Вот это всё я рассказала в моей инструкции. Там пошагово дан план всех наших действий, которые мы совершали год за годом, месяц за месяц, день за днём. Всё, что вам нужно, это просто набраться терпения, во-первых, прочитать и освоить эту инструкцию. А во-вторых, что самое главное, начать её применять и не бросать это дело на полпути. Потому что здесь будет играть главную роль только последовательное и постоянное применение в течение как минимум года вот всех тех шагов, которые делали мы. Да, конечно, у нас были периоды, когда мы где-то отступали немного от системы, когда мы расслаблялись, куда-то уезжали на отдых. Ну, все мы живые люди, да, и у нас не бывает так, чтобы всегда мы были чётко собраны, как солдаты, выполняли приказы. Да, человек слаб, и мы тоже не лишены этих слабостей. Но, в общем и целом, мною всегда двигало вот это огромное желание спасти мужа от преждевременной смерти, в конце концов, от этих мучений и страданий, которые он испытывает. Я уже просто видеть не могла этот ингалятор, потому что каждый раз, когда он брал его в руки и пшикал себе в рот, у меня просто каждый раз судорогой сводило всё моё нутро, потому что я представляла, сколько токсинов уже принял его организм, насколько затоксинены его печень, и чем это может обернуться, какими побочными явлениями. Страшно просто представить. Поэтому, конечно же, мне очень хотелось, чтобы вот это всё прекратилось. И сейчас это прекратилось. Это похоже на чудо. И это чудо, которое можно сделать своими руками. Вот это самое прекрасное в этом, что это действительно чудо, которое можно сделать самим. И при этом, заметьте, совершенно необязательно иметь медицинское образование. Вот у меня нет медицинского образования. И хотя я закончила институт натуропатии, и у меня диплом доктора натуропатии, но у меня базовые знания об анатомии и физиологии человека. Но этого достаточно. Достаточно знать то, как устроен ваш организм, и какие процессы происходят. И вы будете понимать, что вы делаете плохо для своего организма, а что хорошо. И вот это всё отражено в моей инструкции. Итак, мы подошли с вами к завершающей стадии, когда я должна вам открыть этот путь, как же получить эту инструкцию по лечению астмы альтернативными методами с постепенным уходом от медикаментозных средств. Для того, чтобы её взять, эту инструкцию, достаточно перейти вниз под это видео, в описании к видео. Первая ссылка, которая будет под видео, это как раз ссылка на страницу с инструкцией. Переходите, читайте внимательно, конспектируйте себе, копируйте, как хотите, забирайте эту информацию, она ваша. И я оставлю свой контакт, по которому вы сможете со мной связаться, потому что наверняка у вас возникнут вопросы по использованию этой инструкции. Вперёд! Я желаю вам удачи! Мы победим бронхиальную астму!